Посмотрим, как работает Wireshark. Для этого запустим его и просто увидим, что он делает. Вот он запускается, смотрит интерфейсы, но собственно нас интересует в данном случае Ethernet 0, видите тут достаточно много интерфейсов он нашел, мы можем тёлкнуть по нему. И сразу начинается захват, кнопка захвата. Мы в любой момент можем остановить захват, сохранить захваченный файл и так далее. Вот мы собственно захватываем то, что есть. Давайте мы остановим захват пакета, чтобы не влежали. И посмотрим соответственно любой пакет. Давайте TCP пакет посмотрим. Вот у нас пакет произвольной TCP. Это идёт фрейм на физическом уровне. Далее идёт Ethernet 2 на канальном уровне. Ну, как вы помните, у нас есть четыре типа Ethernet. В Linux применяется Ethernet 2 или Ethernet Dix. Что у нас интересно для Ethernet? У нас интересен адрес назначения и адрес источника. Как вы помните, у нас вначале идёт биты, которые задают производителя. Три группы. И вот тут у нас расшифровывается производитель. Это ZTE. Это AsusTek производитель. Кроме того, у нас есть биты в адресе глобальный или локальный. И индивидуальный или групповой. Тут они помечены, где они расположены. Итак, помните, что у нас это Ethernet. Значит, у него перевёрнуты байты. Они идут задом наперёд. То есть, то, что у нас положено в кадре в MAC адресе. В начале, тут в конце первого байта. И вот у нас глобальный адрес 0 и индивидуальный адрес Unicast. Далее у нас идёт... Вот тут видно в бинарном виде, как это выглядит. Далее у нас идёт адрес... Вложенный пакет. Это IP версии 6. И вот мы, собственно, рассматриваем пакет IP версии 6. Опять тут у нас источник. Назначение. Адреса идут в формате IP версии 6. Вот они. Помечаются внизу. И содержимое пакета. В него вложен TCP пакет. И идёт... Описывается пакет TCP. Что он содержит. Ну, в частности, мы видим флаги. Флаг Акноледжмент поднят. Отметка времени. Опции. Тут у нас вложен, как вы видите, у нас... IP версии 6 вложено. Что у нас ещё может быть? IP версии 4. Нет у меня адресов IP версии 4. У вас, наверное, есть. ARP. ARP есть. Давайте посмотрим, как выглядит ARP. У нас, если в прошлый раз в Ethernet вложен был IP, то сейчас вложен ARP. Соответственно, другой тип. Номер, другой поле. И у ARP интересная вещь – это добивка. Поскольку у нас есть ограничения на минимальный размер пакета. Добивочные... Добивочные нули у нас для того, чтобы... пакет имел минимальный размер вернетовский. Ну и, соответственно, вот... описывается пакет ARP-овский. Видите, у нас идет по IP версии 4 он. Адреса сдаёт. И MAC-адреса. Попробуем посмотреть, как у нас будет выглядеть протокол более богатый. Ну, скажем, HTTP. Проблема в том, что сейчас HTTP не осталось практически. HTTP свезде он криптованный. Мы не увидим, что внутри. Поэтому вот в ЦРНе работает HTTP. Давайте мы включим захват. И какую-нибудь страницу выйдем. Ну, вот. Безразлично. Давайте. Установим и посмотрим HTTP. Пакеты. Это пакет. Вот с фильтром включенным мы поймали эти пакеты. У нас идут запрос GET. Собственно, запрос на файл. Вот он. Файл. Протокол HTTP версия. И... Ответ. Вот ответ у нас идет. Ну, тут у нас ответ в виде конки. Ага, вот у нас ответ в виде HTML. Можно посмотреть. И вот видим, вот все содержимое того окна, которое мы смотрим в нашем пакете. Естественно, это несколько пакетов. А фаршарк объединяет все это в один пакет. Бэкслэш N это переход, перенос строки в Unix. Ну, вот, собственно, мы видим, что можем посмотреть всю информацию, которую мы получаем по сети. Таким образом, мы видим все пакеты и содержимое этих пакетов. Но, если их не шифровать. Украинский Пакет 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 Субтитры создавал DimaTorzok